МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Растет число кыргызстанцев, которые едут в Сирию, чтобы оказать помощь воюющей с правительственными войсками сирийской оппозиции. По официальным данным, в зону боевых действий уехали более 200 граждан Кыргызстана. Из них около 30 человек уже погибли. Едут туда воевать не только мужчины, но и женщины. Последнюю категорию в основном составляют завербованные девушки, большинство которых за границей подвергается сексуальному насилию. Весной прошлого года общественность была ошарашена новостью о внезапном исчезновении 18-летней Амины Мамаджановой. По словам матери, ее завербовала подруга. Именно она в честь несовершеннолетия подарила ей хиджаб. Но на следующий день девушка пропала. Мою дочь завербовали. Она очень добрая и покладистая. В прошлом году начала общаться с одной девушкой. Все время общались по телефону, а спустя некоторое время она заявила, что хочет надеть хиджаб. Мы запретили, однако подруга подарила ей его на день рождения. Когда Амина пропала, мы сразу пошли к той девушке. Но она нас обманула. Сказала, что ничего не знает о нашей дочери. Говорит мама пропавшей Амины Фатима Мамаджанова. Сомнения родителя о местонахождении Амины были исчерпаны после того, как нашли в телефоне дочки сообщение. От той самой подозрительной подруги сообщение содержало место встречи и дата выезда из страны. Также упоминалось о каком-то мужчине, который отправил деньги и документы. Отправлено сообщение 14 числа, 20 часов. Твоей тетке сказала, что завтра уезжай, но уезжай сегодня вечером, не скажи своей тетке. Кто-то деньги отправил ей, деньги отправил. Кто-то документы ей делал. Джигит какой-то там упоминяется, что джигит деньги даст. Сказал отец Амина Бахтиар Мамаджанов. Если суммировать всю историю, то обычно девушкам обещают работу в Турции и зарплату несколько тысяч долларов. После они попадают в Сирию, их насильно выдают замуж за боевиков. Когда те погибают, девушек пускают по рукам. Сбежать от такой судьбы и возвратиться на родину получается не у каждой. Однако в рамках правотделов профилактических работ в прошлом году ГКНБ совместными усилиями турецкой полиции вернул на родину двух девушек. Что касается остальных, то их число пока уточняется. Одна из них побывала там в сексуальном рабстве, другая там побывала, но по ее показаниям она не участвовала в никаких боевых действиях и просто жила с одним мужчиной. Сообщил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов. Сегодня под влиянием радикалов попадаются новые жертвы. В основном те, кто не понимает суть ислама и неправильно ее истолковывают другим. И сегодня в Кыргызстане такие есть даже среди имамов. Я не отрицаю, что в стране есть имамы, которые сами не понимают сути истинного ислама, и они ведут проповедь, то есть работают на радикалов. В целях пресечения этой деятельности уже начался тщательный отбор среди религиозных деятелей. Отметил директор Центра по изучению Корана Дельмурад Орозов. Между тем отмечается, что воевать едут не только по причине радикальных религиозных взглядов или неграмотности, но и банально за наживой. В том числе и из стран Европы, которая сегодня пытается выработать свои методы борьбы с новой угрозой. Будут ограничивать на два года обратный выезд в страну, если доказано, что ты сражался в рядах исламского государства. Другой подход наметился у Бельгии. В Швеции, например, думают не об запрет обратного уезда в страну, а наоборот. Они думают, как обратно привлечь этих людей и как с ними работать. Говорит профессор Софийского университета Татьяна Дронзина. По данным аналитиков, на стороне террористов воюют почти 4 тысячи выходцев из Центральной Азии. И первая волна завербованных уже вернулась обратно. А это значит, что угроза расходится, как круги по воде, а так называем спящих террористических ячеек. В связи с чем на юге страны усиливают разъяснительную работу среди населения против религиозного экстремизма. Сегодня именно здесь наиболее часто попадают в сети вербовщиков-боевиков. Параллельно с этим в комитете безопасности сообщили, что по всей территории страны ведется работа по установлению личности возможных вербовщиков. Более много людей выезжают из Оржской области, Баткенской области, Джалабадской области и Чуйской области. Есть информация, что люди, граждане Крыговской республики, семьями выезжали. В основном выезжает молодежь. Это от недостаточного понимания религии среди молодежи происходит. В основном это уже провели анализ и сделали вывод не только силовые структуры, но и представители духовенства. И в этом плане ведется профилактическая работа. Можно сказать, что в течение 2014 года было проводено более 600 различных профилактических мероприятий по всей республике с участием представителей силовых структур. Сообщил Рахат Сулайманов. В конце прошлого года в Кыргызстане была принята новая религиозная концепция, согласно которой уже усилена разъяснительная работа среди населения против религиозного экстремизма. На государственном уровне законом об иностранных агентах, возможно, возьмут под контроль и доходы религиозных организаций, львиная доля которых сегодня неучтенкой проходит через различные иностранные фонды. Эта проблема родилась не вчера, а накопилась 20 лет, когда в Новом Кыргызстане не стало контроля. И каждый мула пропагандировал свое. Откуда идет финансирование религиозных деятелей – тоже большой вопрос. Закон об иностранных агентах призван упорядочить эту деятельность, вывести из тени серые схемы. Сразу будет понятно, кто есть кто. Остановить распространение радикальной заразы можно только с жестким контролем и сообща. Сказал начальник отдела по религии администрация президента Зайрбек Иргешев. В свою очередь народный избранник Турсумбайбаки Рулу отмечает, что поток девушек в Сирию можно остановить железным исполнением закона. Обсуждался проект постановления, который я инициировал по запрету рекламной деятельности международных брачных агентств. Тогда Иргал Кадралиева предложила дополнить пунктом, чтобы девушки младше 23 лет не выезжали за границу сами, без сопровождения родителей, мужа и так далее. Я сказал тогда, вы отдельный проект инициируйте, мы вас поддержим. Она инициировала, и это постановление принято. Но, как всегда, в Кыргызстане все законы, постановления принимаются на ура, хорошие, а вот исполнение хромает. Вот сегодня эти постановления не исполняются ни пограничной службой, ни комитетом национальной безопасности, ни таможенной службой, ни службой аэропорта. Если бы эти документы исполнялись, то ни одна из девушек не выехала бы ни в Сирию, ни в другую страну не выехала бы. Поэтому этот поток надо остановить только тем, что надо железно исполнять принятые нормативно-правые акты. Заключил он. Его структуры, и общество, и религиозные лидеры в один голос говорят нашим соотечественницам, что женщина и война – понятия несовместимые. Что те, кто призывает их взять в руки оружие, нарушают правила ислама.